Уважаемые коллеги, мы проводим очередное заседание нашего делового совета. Тема связана с социальной ответственностью бизнеса, бизнес и права человека. Мы ее обозначили в нашей повестке дня. Она уже на протяжении достаточно длительного времени входит в число приоритетов работы международных экономических структур. Наш подход к правам человека хорошо известен. Президент Путин не раз подчеркивал важность неукоснительного соблюдения прав и свобод граждан. В этом году мы отмечаем 50-летие принятия двух важнейших международных пактов по политическим и гражданским правам и по экономическим, социальным и культурным правам. Несколько лет назад Россия в соответствии с правилами процедуры Совета ООН по правам человека осуществляла такой универсальный периодический обзор. Это делают все страны-члены ООН в порядке ротации. По итогам этого обзора наша страна взяла на себя обязательства по дальнейшему обеспечению экономических, социальных и культурных прав. И предпринимает для этого весьма серьезные меры. Проблемы в российской, в мировой экономике сохраняются. На этом фоне продолжение усилий на эффективное решение задачи обеспечения социальных и культурных прав наших граждан приобретает особое значение. Президент неоднократно подчеркивал, что выполнение обязательств перед гражданами будет нашим безусловным приоритетом при любых обстоятельствах. При этом очевидно, что одним из важнейших условий поддержания стабильности, улучшения качества жизни населения является и ответственные позиции деловых кругов. Мы высоко ценим роль отечественного бизнеса в деле поступательного развития страны. Российское деловое сообщество, как мы знаем, будет активно участвовать в реализации, одобренной в сентябре этого года в Нью-Йорке, на Генеральной Ассамблее ООН, глобальной повестке дня в области развития на период до 2030 года. В нашей стране разработана солидная правовая база трудового, антимонопольного, природоохранного законодательства. Действует ряд федеральных концепций и программ, которые нацелены на защиту прав и интересов граждан в ходе реализации проектов частных компаний. Мы учитываем этот позитивный опыт и наши планы в деятельности Российской Федерации в Организации Объединенных Наций. Россия была соавтором целого ряда резолюций, которыми были утверждены мандаты специального представителя Генерального секретаря ООН по бизнесу и правам человека, а также функционирующих в рамках Совета ООН по правам человека, рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях. Проведены другие мероприятия, в том числе в рамках форума по бизнесу и правам человека. В ООН приняты руководящие принципы в области прав человека и предпринимательской деятельности. Они разработаны при активном участии государств-членов, включая Российскую Федерацию, имеют эти принципы рекомендательный статус, могут использоваться с учетом конкретной ситуации. Вместе с тем в них содержится ряд правил, которые задают параметры универсальных стандартов, призванных нивелировать негативное влияние деятельности корпорации на права человека. Мы проанализировали этот документ, проанализировали нашу правовую базу и правоприменительную практику на момент разработки упомянутых принципов. И исходим из того, что наша практика уже отвечала на тот момент их основным положениям. И сегодня многие российские компании целенаправленно претворяют в жизнь положения, которые в этом документе нашли свое отражение. Хотел бы еще раз подчеркнуть, каждое государство с учетом своих экономических, социальных и культурных особенностей само определяет меры, этапы и критерии применения рекомендаций, которые содержатся в руководящих принципах ООН. Это наша принципиальная позиция. Вместе с тем отдельные страны хотели бы ввести некий наднациональный контроль, хотели бы наладить составление международных рейтингов в соблюдении компаниями прав человека. Мы считаем, что здесь очень велик риск недобросовестной конкуренции и не можем с этим согласиться. В настоящее время работает межправительственная рабочая группа открытого состава в рамках ООН. Там изучается вопрос о целесообразности разработки международного юридически обязывающего документа о транснациональных корпорациях в контексте прав человека. Мы, со своей стороны, полагаем, что на данном этапе не исчерпали своих возможностей упомянутые мной руководящие принципы, которые могут вполне продвигаться на национальном уровне. Педалируется и вопрос о подготовке так называемых национальных планов, которые были бы обязательно для всех. Обсуждался он на прошедшей в ноябре прошлого года в Женеве четвертой сессии форума по бизнесу и правам человека. Мы, учитывая наш отечественный опыт и нормативную базу, полагаем, что есть целый ряд других инструментов для обобщения и распространения существующей практики в этой области. Очевидно, учитывая широкий интерес и в государственных структурах, и в деловом сообществе, и в общественных организациях, к данной теме можно было бы подумать о создании с участием профильных министерств РФ рабочей группы или консультативного совета, в который были бы приглашены и ведомства, и крупные российские компании, и общественные организации, и академические круги. И в рамках такого механизма можно было бы посмотреть, как оптимально наладить взаимодействие в этой сфере. Такая работа уже ведется представителями гражданского общества, организациями предпринимателей, в частности РСПП, членами Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. И мы считаем вполне разумным эти усилия объединить. Одновременно продолжим продвигать на международных площадках наши подходы к проблематике бизнеса и прав человека, включая концепцию социальной ответственности деловых кругов. Мы уже не первый год, между прочим, направляем на финансирование деятельности ООН именно по этому направлению, часть нашего добровольного взноса в бюджет управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В целом МИД поддерживает усилия по распространению в нашей стране принципов устойчивого развития, усилия по расширению взаимодействия российского частного сектора и неправительственных организаций со структурами ООН в рамках глобального соглашения об общих ценностях и принципах, которое было одобрено в Организации объединенных наций по инициативе генерального секретаря в 2000 году. За 15 лет эта инициатива превратилась в ведущую многостороннюю диалоговую платформу, ключевой механизм утверждения принципов корпоративной и социальной ответственности. И в управляющий совет этого упомянутого механизма входит представитель России Анатолий Юрьевич Голубев. Надеюсь, он подробнее об этом расскажет.